В эфире Индиго и Пермафрост. Подкаст о джинсовом культе и вечном мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж-денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это истории вещей, брендов и людей. Я в прошлый раз начал рассказывать про Civilian Conservation Corps, гражданский корпус охраны природы, ну или сокращенно ССС, и остановился на их джинсовой одежде, рубашке, брюках и панаме. Давай сегодня про другие интересные вещички. А, да, спасибо, что напомнил. Я еще обещал рассказать про щи-щи-щи. Вот давай начнем с некоторых менее известных деталей истории гражданского корпуса. У тебя могло сложиться какое-то совсем благостное отношение к программе ССС. Но нужно быть исторически корректными. Кое-что нам кажется в целом неправильным, а по нынешним временам даже диким. Но это было свойственно той эпохе. И законы Джима Кроу никуда не девались. Ровно эти же черты проявились и в организации ССС. Корпус был сегрегирован. То есть черные парни не служили вместе с белыми. И уж если и были в одной роте, то жили и питались отдельно. Ты можешь даже найти групповые фотографии, знаешь, такие показательные, когда все приоделись, причесались и построились несколько рядов. Задние и повыше передних. И вот на таких парадных фотографиях маленькая группа черных парней отделена от основной группы белых. Ну, как бы так, сбоку стоит. Сейчас мы смотрим на это иначе, но в 30-х годах в Америке не в какой-то там нацистской Германии это было совершенно нормально. Так что Джанго, конечно, освобожденный, но пусть стоит чуть поодаль. В законе о создании ССС по настоянию единственного тогда чернокожего конгрессмена был пункт, запрещавший в ССС любую дискриминацию по признаку расы, цвета кожи или вероисповеданию. Но, как писал в своем приказе начальник ССС Фехнер, сегрегация – это не дискриминация. Всего через программу прошло 200 тысяч чернокожих волонтеров. И поначалу даже были интегрированы лагеря, преимущественно там, где черных было мало и на полную роту просто не набиралось. Вот как на той фотографии. Но в соответствии с приказом Фехнера создавались полностью черные роты, при том, что руководили ими, конечно, белые. И такие лагеря старались строить в самых отдаленных местах, чтобы еще и местных жителей не сильно нервировать таким количеством внезапно приехавших черных. Вопреки выводам армии о том, что ССС не следует вводить сегрегацию, поскольку это усугубит проблему поиска мест для лагерей, в которых будут работать только чернокожие, Фехнер в 1935 году и сдал приказ о том, что полная сегрегация цветных и белых волонтеров является правилом. Я удовлетворен тем, что сами негры предпочитают находиться в ротах, состоящих исключительно из представителей их расы. Эта сегрегация не является дискриминацией и не может быть истолкована подобным образом. Негритянские роты выполняют те же виды работ, имеют идентичное оборудование, получают ту же пищу и имеют те же помещения, что и белые. Но и имевшиеся интегрированные лагеря закрывать не стали. Фехнер разрешил это из-за естественной приспособленности негров к работе в качестве поваров. Вот такая была позиция. Не сказать, что всеобщая. Так президент Рузвельт предложил смягчить эту практику, чтобы разрешить появление хотя бы символических цветных бригадиров. А министр внутренних дел Гарольд Икес тогда был такой. Он вообще решительно выступал против российской политики Фехнера, однако противодействие со стороны общественности и законодателей, а также личные убеждения Фехнера. Ну и в целом преобладавшая тогда дискриминационная практика привели к тому, что мы можем видеть. Ну, не куклу склан, конечно. Но вот какого-то черного парня отчислили, потому что он отказался отгонять мух от своего белого начальника. И это не на каком-то дремучем юге, а в Нью-Джерси. Я упоминал уже, что в программу ССС были включены и индейцы. Вот коренные американцы почти исключительно работали в резервациях в сотрудничестве со своим как бы опекающим их бюро по делам индейцев. В резервациях, конечно, требовались большие улучшения инфраструктуры, и лидеры племен фактически имели достаточно большое влияние на выбор таких проектов. Как бы местное самоуправление, все хорошо. Но ровно та же сегрегация. Цветные, только отдельно. Тут я вот что хочу подчеркнуть. Например, в самой интернационалистической и раскоммунистической советской армии, когда я там служил, было полным-полно дискриминации. Прежде всего, конечно, по сроку службы. Та самая дедовщина. Но также много было жути на основе землячеств и национальной вражды. Это было практикой. Но хотя бы не было официальной политикой государства. И офицеры, скажем так, не ночью, а днем, не могли прилюдно называть черножлазами парней из Средней Азии или Закавказья. В общем, важнее всего, конечно, практика. Но чтобы она поменялась, нужны для начала правильные законы и формальные приказы. Ладно, вернемся к Рузвельту. Помнишь, я рассказывал, что он женился на Элеоноре, которая и сама была Рузвельт? Но вот это можно и в содержательном плане понимать. Элеонора была не просто жена при муже. Она пользовалась статусом первой леди, чтобы продвигать свои собственные идеи, которые у нее были. И главной ее повесткой были проблемы и права женщин. И вот на фоне явного успеха СССи у Элеоноры возник закономерный вопрос. А как же женщины? Такая постановка многим показалась прям очень странной. Семью содержит мужчина. Да, уже давно многие женщины тоже работают, но если у них сейчас нет работы, то это не проблема. Пусть муж содержит. Ну и по дому, по хозяйству всегда есть занятия. Вы что хотите? За казенный счет отправить их на природе отдыхать? Между тем, в 1933 году работу искали уже два миллиона женщин. Ну, то бишь, были безработными. Им неприлично было показаться в очереди за бесплатной едой. Многие бродяжничали, но в отличие от мужчин, еще и стеснялись этого своего бедственного положения. Как писала тогда одна феминистка. Женщины на грани голода будут неделями стыдливо ходить по улицам, сидеть в библиотеках, публичных парках или забившись в какой-нибудь норе, днями не разговаривать ни с одной живой душой, как какой-нибудь загнанный зверь. В общем, Элеоноре не пришлось долго уговаривать мужа и соответствующий указ о включении в программу молодых безработных женщин вышел всего через несколько месяцев после создания СССИ и летом 1933 был создан первый лагерь для женщин. Успех? Да как бы не так. Элеонора посещает лагерь и находит там всего 30 девушек. В полноценном СССИ лагере на 200 человек. Быстро выяснилось, что несмотря на 700 заявлений одобрены были лишь эти 30. Но все участники принятия таких решений отмазались, мотивируя свои решения служебным рвением, необходимостью тщательной проверки и все такое. Короче, проект явно топили. И не только чиновники. Мейнстримная пресса тоже очень скептично относилась к идее программы, которую остроумно окрестили щи-щи-щи. Условия там и вправду отличались от СССИ. Личное пособие для женщин было таким же, как и для мужчин. 5 долларов в месяц на личные нужды. В обмен на примерно 70 часов работы. Но денежные переводы домой не высылались, как в случае с мужским пособием. Лагеря располагались там, где было тепло, освещение и санитарные удобства. Как правило, это были летние гостиницы, может быть, пустующие школы. И в них работали женщины, директора лагерей, руководители проектов, штатные учителя, вожатые. В среднем в лагере было около 100 женщин. И обслуживающий персонал состоял из 10-20 человек, включая повара и медсестру. Каждый зачисленный в лагерь назначались фиксированные часы работы. В некоторых лагерях работали в лесных питомниках. Но в целом разные работы выполняли. Делали и ремонтировали игрушки, оборудование для детских площадок, наглядные учебные пособия для государственных школ, изготавливали постельные принадлежности. Швейное оборудование позволяло женщинам самостоятельно шить одежду. Одним из популярных занятий было изготовление платьев из пустых мешков из-под комбикорма. Ну и, соответственно, униформа не требовалась. Для государственных учреждений WPA, то бишь администрации общественных работ, они шили белье для ухода за больными, всякие больничные принадлежности. Содержание бараков, уборка помещений и кухонные обязанности, а также обучение экономике и кулинарии были неотъемлемой частью программы проживания, которая длилась 3-4 месяца и повторное участие не было предусмотрено. Ну, в целом в Шишиши была образовательная, такая обширная образовательная программа, которая включала английский язык, домоводство и экономику, гигиену и санитарию. В планы отдыха были включены всякие игры, спортивные соревнования, походы, драм-кружки, музыкальные какие-то кружки, поощрялась всяческая ремесленная деятельность. В некоторых лагерях, которые были при школах, проводились занятия по машинописи, секретарскому делу. Но при этом слишком большого числа желающих всё-таки не было, так как многие полагали, что им и вправду придётся заниматься с земляными работами в лесу, как ССС, но фактически за еду, ведь на них, напомню, не распространялась отправка в семью этих 25 баксов в месяц. В топовом 1936 в программе приняло участие 5000 девушек, а всего через программу прошло лишь 8500 человек, хотя было создано 90 лагерей по всей стране. И программа «Ощущащий» для женщин закрылась 1 октября 1937 года. В это время кризис всё же ослаб, вот голодающих, бездомных стало существенно меньше, и программу лагерей для женщин уже нельзя было обосновать, она была и достаточно дорогая, и, в общем, она прекратила своё существование. Элеонора Рузвельт никогда не была довольна этими женскими лагерями, ну, как, впрочем, и мужскими, но успех ССС и других программ нового курса дал ей возможность реализовать другие инициативы, ориентированные на женщин. Если резюмировать, то проект Щи-щи-щи следует признать скорее неудачным. Не могли американцы в 30-х, словно советы, отправлять женщин валить лес, впрягаться в плуг вместо лошадей или копать Беломорканал. Не было у них равноправия, ну, пойми моё ёрничанье, верно. Я высоко оцениваю ту эмансипацию женщин, которую принесла русская революция. Но при этом никак не могу разделить соцреалистическую радость кинематографических девчат от тяжёлого ручного труда. Он и мужчинам-то не очень к лицу. В общем, не смогли американцы придумать, как женщинам собираться в большие отряды и сохранять природу. А теперь минутка сексизма в духе 30-х. Что самое плохое в программе Щи-щи-щи? Конечно, платье из мешков и отсутствие униформы. О чём тут говорить? Поэтому к лешему Щи-щи-щи вернёмся к парням. Вот к Си-си-си одевали разнообразно, есть о чём поболтать. Помимо джинсовой рабочей одежды, формы фатикс, у них ещё была форма типа строевой, дресс-юниформ. Сначала фактически перелицованная военная форма образца 1917-18 годов, а в наиболее массовый период шерстяные и хб-шные униформы образца вот этого М-1937. Но это тоже не слишком интересно. Гораздо прикольнее верхняя одежда. Когда всё только началось, в апреле 1933 года перед армейским квартирмейстерским корпусом стояла задача экипировать 250 тысяч человек в течение нескольких недель. К счастью, первый срок набора с апреля по сентябрь совпадал с летом в континентальной части штатов, что позволило квартирмейстеру немного пожмотить на функциональное обмундирование. Кстати, как я упоминал, тогда вся американская армия была около 125 тысяч человек. А набор вот в лесную армию Си-Си-Си стал вообще самой быстрой мобилизацией за всю американскую историю. Ну вот второй срок набора с октября 1933 по март 1934 он уже привёл к кризису верхней одежды и заставил квартирмейстера в срочном порядке искать необходимые средства для того, чтобы четверть миллиона человек, живущих в палатках и импровизированных лагерях, не замёрзли зимой. Сложность поиска достаточного количества тёплой одежды усугублялась и таким культурным вопросом. Армия категорически отказывалась выдавать Си-Си-Си единственную шерстяную полевую куртку, которой она располагала в большом количестве. Стандартную шерстяную солдатскую служебную куртку. Ну, которую гораздо логичнее назвать таким толстым кителем. Высокий воротник стойка, приталенный силуэт, длина до бедра, такие большие четыре накладных кармана с клапанами и мягкие погоны-хлястики на пуговицах. Ну, вот любое кино про Первую мировую войну – такой иконический силуэт. Как элемент формы, наиболее заметный для гражданского населения в мирное время и для противника в военное время, этот служебный китель означал законный статус солдата, как человека под ружьем, комбатанта. Вот, поскольку Рузвельт и в целом руководство очень настаивало на гражданском, альтернативном в определенном смысле статусе Си-Си-Си и беспокоилось, чтобы ни у кого не закрадывались даже подозрения, мельчайшие, что это тайная система военной подготовке. Поэтому твердой политикой квартирмейстерского корпуса было никогда не выдавать участникам Си-Си-Си служебный мундир в неизменном виде. А что ж тогда выдавать? А давайте перешьем эти запасы формы Первой мировой во что-то неузнаваемое. У нас же есть филадельфийское депо. Чуть что, так филадельфийское депо. Да. Подробнее о нем можно послушать в 29 эпизоде. Это в цикле ОМ-65. Ссылка в шоу-ноутс. И вот с апреля 33-го до конца 34-го года швеи филадельфийского депо трудились под огромным давлением, чтобы демилитаризировать устаревшую форму времен Первой мировой. И переодевание Си-Си-Си стало таким эпическим достижением. В течение первого 90-дневного периода, как писал журнал Army Navy Journal 8 июля 33-го года, депо перешило 200 тысяч шерстяных кителей, 225 тысяч шинелей, 200 тысяч пар брюк. Своим первоначальным успехом Си-Си-Си во многом обязаны работе этих невоспетых швей, раскройщиков и рабочих филадельфийского депо. Однако из кителя сделали того еще уродца. Прежде всего был отрезан знаковый воротник-чокер, вот эта стоечка, который был заменен шалевым воротником, явно заимствованным у тогдашних рабочих курток Макина, ну или у бич-джекетов, не менее популярных в это время. Хлястики погоны и петли для поясного ремня Долой, латунные военные пуговицы Долой заменили их на коричневые бакелитовые. Я уже как-то вздыхал про бакелитовые радиоприемники 20-30-х годов. Какой экстаз дизайна. Ну вот, и наконец срезались два верхних накладных нагрудных кармана. В результате получалась одежда, которая не была ни рыбой, ни мясом, явно военная, с естественной талией, длиной до бедер, комбинированной кокеткой и такой центральной задней панелью, но лишенная всех армейских украшений. Отсутствие верхних карманов и маленькие пропорции вот этого шалевого воротника по сравнению с большими нижними карманами и расклешенным подолом придают этой одежде курьезный несбалансированный вид. В шинелях особо переделывать было нечего, поэтому на них только пуговицы меняли на бакелитовые, но в целом шинели, конечно, совсем не пользовались популярностью, так как работать в них очень неудобно. Тем не менее, шинели не отдавали волонтерам насовсем, весной их полагалось сдать и ими пользовалась следующая волна зачисленных в корпус. Все, теперь про красивое, прям про очень красивое. Рано или поздно запасы ж должны были подойти к концу. Что шить будем, господа? В цикле про М-65 я рассказывал про период застоя в области армейского курткостроения между двумя мировыми войнами. Единственной областью для инноваций у квартирмейстерского корпуса тогда была форма для бурно развивавшейся армейской авиации, тогда еще даже не выделившейся в отдельный вид войск. Пилотам бипланов с открытой кабиной в 20-х годах требовалась одежда для защиты от сильного холода, который, ну, конечно, возникает при полетах на больших скоростях и высотах. Им также нужна была куртка, которая позволяла бы легко сгибаться в талии, чтобы дотянуться до органов управления в кабине, а также часто оглядывать небо посади себя на предмет наличия вражеских самолетов. Решением этой задачи квартирмейстерским корпусом стала кожаная летная куртка А-1, впервые выпущенная в 27-м году и замененная на новую модель в 31-м году. А-1 была летной курткой, прародителем, от которого ведут свою родословную все последующие летные куртки и куртки-бомберы. По моему мнению, А-1 прекрасна, и если я когда-то решу покупать кожаную куртку, это, несомненно, будет А-1. Если ты не помнишь, чем отличается А-2 от G-1 или B-6 от B-10, то переслушай 11-й эпизод, который так и называется «Еще 25 видов курток». Большинство из них как раз военные. Ссылка, как всегда, в шоу ноутс. Ну, напомню вкратце. А-1 имела высокую талию, шерстяной трикотажный пояс и манжеты для изоляции от холодного ветра. Козлиная, овечья или конская кожа использовалась в разное время разными подрядчиками. А-1 имела два накладных кармана в районе талии, хотя размеры пошив карманов у разных подрядчиков сильно различались. Вот, оригинальный дизайн также имел трикотажный воротник-чокер, застегивающийся на две пуговицы. Авиаторы того времени были гламурными фигурами, чей внешний вид обладал значительным авторитетом. Инфлюенсерами они были, поэтому фасон А-1 был быстро адаптирован для продажи на гражданском рынке под названием казачья куртка. Козок. Почему козок, не понятно. Самые первые куртки были сделаны из кожи и были близкими родственниками своего военного предшественника, хотя обычно с кожаным, а не трикотажным поясом и манжетами, и с отложным или шалевым, а не воротником-стойкой. По мере распространения этого стиля появились другие варианты из всех возможных тканей, включая шерсть и хлопок. Поэтому, когда квартирмейстерскому корпусу понадобилась специально разработанная рабочая куртка для CCC, эти казачьи куртки послужили готовым образцом. Название дали не особо фантазируя «Jacket Lumberjack», то бишь лесоруба-куртка. Ох уж этот военный нейминг. Но эти куртки для лесорубов были сделаны в стиле А1, но, конечно, вместо дорогой кожи использовали шерстяную ткань. Ну, достаточно плотную, но без подкладки. Любимого военными оливково-серого цвета. OD Olive Drap. Ветрозащитные трикотажные манжеты были выполнены в том же стиле, что и у А1, но вот воротник-чокер был заменен на трикотажный шалевый воротник, более близкий к гражданскому стилю этих вот казачьих курток. Ну и, наконец, пояс был заменен на эластичную ленту из шерстяного трикотажа разных цветов, хотя тоже застегивалось на две пуговицы для обеспечения плотного прилегания, как в исходной А1. Вот большинство этих эластичных поясов были выполнены в красной, я бы даже сказал, скорее рыжей такой палитре, но встречаются и зеленого цвета. И вот эти разноцветные эластичные пояса стали характерной особенностью курток, разработанных исключительно для CCC. Аккуратная, гибкая, теплая, ну для своего веса, куртка-дровосека была просто великолепна. Уникальная для CCC она стала таким фирменным луком гражданского корпуса охраны природы. Любимый нами японский бренд BuzzRixons несколько лет назад выпустил высококачественную репродукцию, но внезапно и непонятно почему она была неправильно идентифицирована как шерстяная летная куртка А1. Ну и ее подлинность была нарушена нанесением под воротником эмблемы ВВС армии США. Сейчас она уже не продается, может быть в том числе именно из-за этой ошибки. Но на вторичке можно найти, конечно. Вот, а другой наш любимый японский Heritage Boutique это Real McCoy в настоящее время предлагает совершенно правильную высококачественную репродукцию без вот этих надуманных деталей. А еще более прекрасный Warehouse в настоящее время предлагает версию в менее распространенном коричневом оттенке. Ну тоже исторически верный был такой. Другие репродукции, подлинность которых, ну похуже, предлагают нам Alpha Industries, также Spearhead Military и Top Pods. Большинство из этих реплик, ну как бы второго уровня качества, имеют современный одноцветный пластичный вот этот пояс-воротник, которые никак не похожи на правильные специфические для CCC разноцветные изделия. Мы им такого, конечно, не простим, хотя стоят они вдвое дешевле японцев. Да, ценами расстраивать тебя не буду. Если загоришься этой идеей, то сам легко найдешь и сам расстроишься. Или оставить ссылки в шоу-ноутс. Ну ты главное зайди в Инстаграм, чтобы все это увидеть. По крайней мере, эстетическое удовольствие получается бесплатно. В дополнение к шерстяной куртке Olive Drep была выпущена еще куртка и в расцветке черно-красный буфалочек. Привет, наши гражданские куртки Макино. Несмотря на то, что она имеет такой же силуэт, как O.D.E. Lumber Jacket, куртка с черно-красной клеткой отличается рядом деталей. Вместо того, чтобы быть сделанным отдельно из трикотажа, шалевый воротник этой клетчатой куртки сделан из той же ткани, что и она сама. Так же и манжеты. Ну и поскольку там нет трикотажа, то они застегиваются на пуговицу. И, наконец, накладные карманы спереди имеют такой зубчатый клапан, типа, знаешь, фигурные скобки, положенные горизонтально. Такие V-образные нижние части, и они гораздо более декоративно выглядят, чем квадратные карманы в куртках O.D. Такие тоже есть в арсенале базы Риксона и Риэл Маккоя. Ну, еще пару слов про то, где сейчас можно найти предметы одежды, воспроизводящие модели CCC. Ну, во-первых, Denim. Если погуглить Denim 6Defis124 и 6Defis125A, то с большой вероятностью ты сначала наткнешься на активных китайцев Bronson Manufacturing. Они прям под все, что хочешь, стилизуют этот Bronson свои изделия. Я как-то в Инстаграме их вариацию Beach Jacket даже показывал. Вот у них гимнастерка с брюками CCC тоже есть. 100 долларов стоит. Также часто встречается такое изделие, как Walter Denim Pants. 60 баксов – это индонезийская компания Time Chime Company. Еще есть филиппинский Leon Denim. У них такие брюки 150 долларов стоят из японского денима Collect Mills. Неплохо. Вот я не хочу огульно обвинять всех тех парней только потому, что они живут не в Японии. Сформулирую аккуратнее. Пока я лично не попробовал какой-то из их продуктов, у меня есть опасения за его историческую точность и обычные потребительские свойства. Если у тебя есть что-то от этих компаний, напиши, пожалуйста, как впечатление и вообще что думаешь. Альтернативой этой Юго-Восточной Азии выступает несколько американских компаний, специализирующихся именно на репродукции военной униформы и экипировки. Мне кажется, что в Штатах намного больше людей, чем у нас, увлекается всякой вот этой реконструкцией, живой историей. Так что в этих компаниях ты можешь себе прям полный образ купить какого-то солдата. Кстати, не только американского. Ну вот, поскольку форма CCC так близка к военной, то те же траузерс Work Blue Denim M37, их можно купить в WW Second Impressions Inc. за 100 долларов, а деним траузерс Pattern 1990 у WhatPrice Glory, оно же OnlineMilitaria.net, те и вовсе 50 долларов стоят. Вот, тут за точность можно быть спокойным, хотя шьют эти господа тоже не в Штатах. Подозреваю, что там же в Китае. Но за качеством следят. Ну, как видишь, цены примерно одного уровня, что у китайцев, что у американских реконструкторов, на треть, а то и в половину меньше, чем у японцев. А иногда разрыв еще больше. В тех случаях, когда речь идет о сложных изделиях, типа курток, мне кажется, экономия себя не оправдает. А вот джинсы типа Си-Си-Си очень даже, может быть, и будут похожи на настоящее. Впрочем, китайцы-индонезийцы даже не пишут из донима, какой плотности пошиты их вариации. Но главное, есть выпор. И это здорово. На этом буду прощаться. Напиши мне, что ты думаешь о китайско-индонезийских джинсах на почту indigoandpermafrost, в одно слово, собака.gmail.com с тем же именем в Инстаграм и Телеграм. Или комментируй в Кастбоксе. Не забывай, что проще всего меня порадовать, оставив оценку в Apple, на Кастбоксе, в Яндексе, да хоть на Ютубе, тоже можно слушать, лайкать и комментировать. И где-нибудь подпишись, чтобы не пропускать новые эпизоды. Заглядывай в Инстаграм за картинками, а в шоу Ноутс за ссылками. С тобой был Дмитрий, с рассказом об одежде, которая со временем становится только лучше. Впереди у нас новые истории, вещей, брендов, людей. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.